Праздничное богослужение в день воздвижения и честного для Животворящего Креста Господня. Сегодня все православные верующие христиане вспоминают события, давность которого исчисляется многими веками, а именно четвертым веком. Мы вспоминаем о том, как обретенный, найденный, животворящий Крест Господень, тот самый Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос, был воздвигнут, торжественно представлен, поднят над землей, над местом его заточения векового, для того, чтобы все мы вновь обрели веру в Господа, даровавшего нам это спасительное древо, для укрепления нашей веры, для спасения во Христе. Наша прямая трансляция сегодня проходит из Свято-Ильинского кафедрального собора, нынешнего кафедрального собора Архангельской епархии, возглавляет торжественное богослужение правящий архиерей нашей епархии, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. За ходом богослужения вместе с вами буду следить я, священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска. Сейчас, дорогие братья и сестры, мы видим, как начинается праздничное богослужение. По древней традиции, торжественная служба, связанная с участием в ней, с возглавлением ее правящим архиереем, начинается с торжественной встречи и облачением на кафедре. Кафедра — это возвышенное место в центре храма, которое предназначается для молитвы Преосвященного Архипастеря. Архипастеря, глядя на возвышенное место, где стоит владыка верующая, смотрит, наблюдает за тем, как должно молиться, как предстоять пред Богом. Архипастерь, возглавляющий богослужение, символизирует собой самого Господа Иисуса Христа. И этот символ не случайен, он не мертвый, а он живой символ. Почему? Потому что архипастерь, всякий архиерей, является преемником апостольской благодати, благодати, которую дал Господь своим ученикам проповедовать по всему миру Слово Божественной Истины. Слово Божественной Истины. Слово Божественной Истины. Божественной Литургии вместе с архипастерем готовится начать важное таинство, важнейшую службу суточного круга – Божественную Литургию. Звучат молитвы в призывании Святаго Духа, старший священник из присутствующих на богослужении, в данном случае это протеорей Владимир Кузев, берет благословение у владыки, переходит в алтарь, к Святому Престолу, для того, чтобы начать Божественную Литургию, а точнее, чтобы произнести ее главный восклос с Евангелием в руках. Давайте помолимся. Благословенный Бог, благословенно Царство! Отца и Сына и Святого Духа ныне присно и во веки веков. Только что был произнесен первый возглас Божественной Литургии – благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. И действительно, все присутствующие в этот момент в храме люди приглашаются объединиться в служение Богу, объединиться в богослужение, богослужение – источник которого, цель которого, наполнение которого является само Царство Небесное. Не зря в Божественной Литургии вы часто слышали такие слова о сослужении людям ангелов. И действительно, Божественная Литургия связана с незримым соприсутствием в храме небесных сил бесплотных, святых и самой Пресвятой Богородицы, заступницы всех христиан. Сегодня праздник воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. В самом начале трансляции мы уже с вами говорили о том, почему сегодня отмечается этот день. Напомню вам историю сегодняшнего события. Все дело в том, что после того, как Церковь Христова среди апостолов была учреждена, с того момента, как апостолы пошли на проповедь, до момента воздвижения Креста Господня прошло несколько веков, а именно 300 лет. И это время не было временем безоблачным для христианства, для православия. Римские императоры и язычники воздвигали жесточайшие гонения на христиан. Так что апостолам и христианам приходилось претерпевать серьезнейшие мучения. За исповедание святой веры. Римские императоры и язычники пытались более того, чтобы гнать христиан, но и полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, связанных с жизнью Господа Иисуса Христа. Тех местах, где пострадал Господь. В том месте, где Он был распят и воскрес. Мы знаем доподлинно, что император Адриан, живший во II веке, приказал засыпать землей гору Голгофу и гроб Господень. То есть те места, где Господь пострадал, принял смерть на кресте и где воскрес. Эти места были засыпаны огромным холмом, искусственно возведенным по приказу императора Адриана. Более того, на этом холме были поставлены языческие капища. В честь языческих богов совершались там богослужения. Многие язычники собирались туда, совершая свои кровавые, жесточайшие жертвоприношения. Но однако через 300 лет промыслом Божиим в великие христианские святыни, гроб Господень и Животворящий Крест были вновь найдены. Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великого. Он был первым из римских императоров, который прекратил гонения на христиан. Святой Константин Великий после победы в 312 году над Максинтием, правителем западной части Римской империи, и над Ликинием, правителем восточной части империи, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. Причем победа равноапостольному Константину была дана не без промысла Божия. Он, будучи верующим человеком, увидел на небе Крест Господень, и явен был ему голос Божий. «Сим победишь, с Крестом Господнем ты одержишь победу». И действительно, эта победа была осуществлена дарованным императором. В 313 году император Константин Великий издал так называемый «Миланский эдикт», по которому была узаконена христианская вера. А гонения на христиан прекратились. Равнопостольный император Константин одержал победу с помощью Креста Господнего знамени, которое явилось ему на небе. Желая проявить свою благодарность Господу, он молился Богу, чтобы Господь открыл ему те места, на которых Господь Иисус Христос принял Свою крестную смерть. И где воскрес? Поразмыслив и приняв этот божественный помысл, он направляет в Палестину, в Иерусалим, свою благочестивую родительницу, благочестивую царицу Елену, и снабжает ее письмом патриарху Иерусалимскому Макарию. Святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, говорят, что она была более 70 лет. Но она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. И, прибыв на Святую Землю, вместе с большим числом сотрудников, помощников и работных людей, она стала узнавать о тех возможных местах, где могли бы находиться Крест Господень и Гроб Господень. И вот, наконец, ей указали одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище языческого Бога. Капище разрушили, и, совершив молитву, начали копать землю. А вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказу Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие тело Господа. Мы еще вернемся к истории обретения Креста Господня. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас в Ильинском соборе совершается божественная литургия, возглавляет которую митрополит Даниил. Сейчас идет подготовка к малому входу или к входу с Евангелием. Духовенство зашло в алтарь для того, чтобы с молитвой торжественно вынести из святая святых храма на середину храма, святой Евангелие. Текст Евангелия, который красиво украшен. Представлен, видим, большой книги, символизирующей в этом малом входе самого Господа Иисуса Христа. Символ этот относит нас к времени выхода Господа на проповедь, на проповедь ко всем людям. А хор в это время исполняет особые праздничные антифоны, которые кратко в стихах изображают суть празднуемого события. конец Евангелия, в это время исполняет много людей, посад . Слава Богу! 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 ПЕСНЯ 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 Мы видим, что в алтаре Святолинского собора продолжается совершение божественной литургии. Мы видим, как Владыка, находясь на горном месте, благословляет духовенство для того, чтобы совершить чтение апостола и Евангелия. Обычно чтение Священного Писания предваряется прокимном. Пока звучит прокимен, я прочитаю вам отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам, тот отрывок, который будет прочитан по-славянски. Апостол Павел писал в Коринфской общине. Ибо слово о кресте для погибающих еродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю премудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. А теперь мы можем услышать этот же отрывок из апостола по-церковно-славянски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжается праздничная божественная литургия В честь воздвижения Креста Господня Сегодня она проходит в Свято-Илинском Кафедральном Соборе Как и во всех храмах Архангельской и Холмогорской епархии Мы с вами вспоминаем события воздвижения Честного Животворящего Креста Господня Только что сказали о том чуде Которым определён был тот самый крест Господень Принадлежавший Спасителю Церковное предание говорит нам о том Что святой равноапостольный князь Константин Повелел на месте, где были найдены крест Голгофа Где был найден гроб Господень Повелел воздвигнуть большой храм Храм Воскресения Господня Этот храм был воздвигнут И в 335 году было совершено его освящение Этот день освящения в 335 году приходился на 13 сентября И праздник воздвижения был перенесён на следующий день На 14 сентября Так как освящение храма совершалось собором Многочисленным епископов, прибывших со всех концов Римской империи Это событие послужило поводом к распространению праздника Воздвижения в этот день Во всём христианском мире В 7 веке с воспоминанием обретения креста Господня Было соединено и другое воспоминание О возвращении древа животворящего креста Господня Из персидского плена Но об этом мы поговорим чуть позже А сейчас приглашаю вас Также продолжить своё участие В божественной литургии Священники в алтаре читают особые молитвы О том, чтобы Господь Принял наше покаяние И сподобил нас, служителей Нового Завета Приносить Господу бескровную жертву Принял от нас молитвы наши Осветил нас своей благодатью И помиловал нас Перед хирургимской песней Архиерею, возглавляющему службу Преподносится сосуд С чистой водой для умовения рук Архиерею, возглавляющему службу Архиерея священника Архиерея первая Архиерея священника Архиерея священница Корр Congрural ПЕСНЯ 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 Сейчас мы видим, как в алтаре совершается подготовка к Великому Входу. Духовенство, приняв в руки церковную утварь, торжественно участвующую в Великом Входе, стоит у жертвенника, у престола. Диакон совершает кождение, малое кождение иконостаса и всех молящихся. На его плече положен воздух, особый плат, которым покрываются священные сосуды. Это чаша и дискос, чаша, в которой находится вино, приготовленное для Евхаристии. И на дискосе находится хлеб, который вырезан особым образом для того, чтобы здесь, для того, чтобы этот хлеб приложен был в причистое тело Господне. Владыка Митрополит, стоя у жертвенника, совершает поминовение живых усопших, молится за свою паству, за всех молящихся в храме, всех верующих Архангельской епархии, за властей и воинства, и весь богоспасаемый народ страны нашей. Молится и за небесную церковь, которая состоит из усопших, от века почивших православных христиан. Затем он берет звездицу и поставляет ее на дискос, покрывает звездицу воздухом, и так совершается подготовка к выходу торжественному из алтаря и совершению Великого Входа. Напомню вам, что Великий Вход есть символическое духовное изображение величайшего входа, некогда совершенного Господом Иисусом Христом. Я говорю о входе Господа в Иерусалим, о входе ради совершения искупительной жертвы, ради осуждения неправедного и погребения, чтобы и каждый из нас, молящихся, мог быть спасен благодаря этой жертвы. Начинается Великий Вход, предносится на подносе Амафор, Эмитра, Дикирий, Рипиды. Диакон, возглавляющий диаконское служение, выносит дискос, на котором помещен хлеб, агнец, приготовленный для Евхаристии. А священники выносят чаши, в которых находится вино, приготовленное для того, чтобы стать кровью Господа и Спасителя нашего. Священники держат в руках крест и утварь, копье и лжицу, напоминающие о распятии Христовом. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и Всеруси, и спас отряд Роженстве, Словенстве и Священного Патриита. Да поменее Господи Бог во Царстве и Своем, Всегда прийти Христа и Валютный Ветхов. Господи Бог во Царстве и Своем, Всегда прийти Христа и Священнический Монарский Священни, и от священные митополители, от единицкого патриотического православия, и священническим монархом священни, личи церковной прагоги, и священническим монархом 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 В момент Великого Входа на престол поставляется чаша, дискос с ведомым хлебом, покрывается воздухом. Воспоминание того, как и тело Христа было снято, сок Христа и положено во гроб. Читаются особые молитвы, которые и спрашивают у Господа принятие этих даров в Его пренебесный жертвенник, чтобы Господь принял наши молитвы и осветил всех нас. ПЕСНЯ 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 Продолжается божественная литургия в праздник воздвижения Креста Господня. Сегодня все православные люди прославляют Господа, почитают Его честной животворящий Крест. Знамение Креста, сам образ Креста – это символ не столько Нового Завета, не только символ новой эпохи христианства, но символ, который был пророчески предсказан, дан людям еще ветхозаветным. ПЕСНЯ Образы, прообразы Креста Господня мы с вами встречаем в Священном Писании, Библии, Ветхозавете, в частности. В каноне праздника воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня очень образно, в красивой песненной форме вспоминались эти образы. Служба совершалась вчера, канон читался вчера. Поэтому я хотел бы напомнить вам некоторые из этих стихов канона, которые отображают те прообразы Креста, явленные человечеству в далекой древности. Например, в первой песне канона мы читаем за богослужением такие слова. Образ пречистого страдания Моисей в древности в себе самом явил. Стоя между освященных, вид Креста приняв, он распростертыми руками воздвиг знамение победы, уничтожив силу Амалика Всегубителя. «Потому воспоем Христом Богу нашему, ибо Он прославился». Этот стих о той знаменитой победе, которая была дана израильскому народу над языческим племенем Амалититян. Моисей, молящийся о победе, встал и воздвигал руки, сам принимая образ Креста Господня. Или еще одно прообразование, также связанное с именем пророка Божия Моисея, когда Моисей воздвиг в пустыне медного змея, от которого израильский народ получил избавление от ядовитых змей. Вот как говорит об этом событии Тропарь Канона «Возложил Моисей на столпе лекарство, избавлявшее от губительного и ядовитого уязвления, и поперек к древу образу Креста, по земле пресмыкающегося змея привязал, восторжествовав через то над бедствием. «Потому воспоем Христу Богу нашему, ибо Он прославился». И это событие Ветхого Завета напомнило о том воздвижении Креста Господня, о том Кресте, который подъял на себя Спаситель, о той спасительной искупительной жертве, которая стала лекарством вечности, которая стала искупительной жертвой для каждого из нас. И многие другие образы мы с вами читаем в кануне под праздник воздвижения Креста Господня. А сейчас в храме торжественно поется символ веры, а в алтаре читается этот же символ веры, и совершается один интересный обряд. Воздух раскачивается над святым престолом, земнопоклоняясь воздухом находится владыка, а это качание изображает благодать Духа Святаго, веющую над святыми дарами, а также и то землетрясение, которое совершилось в момент воскресения Господа Иисуса Христа. Вы помните, что положенные на престоле хлеб и вино, агнец и приготовленное вино с водой, есть изображение положенного Христа во гробе. Вот это историческое воспоминание сейчас совершается в алтаре. После того, как верующие закончат пение символа веры, начнется важнейшая часть божественной литургии, евхаристический канун, за которым все верующие будут молить Господа о приложении хлеба и вина в тело и кровь Христового. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 Так возглашает Церковь сегодня Божия Матери. А в алтаре звучит поминовение священной иерархии святейшего патриарха Кирилла, объединяющего во единую святую кафолическую соборную Церковь всех нас через свое святительство, а также поминаем и предстоятеля сегодняшней нашей Божественной Литургии, Высокопреосвященного митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, являющегося духовным наставником и духовным отцом всех православных христиан Архангельской епархии. Владыка благословляет всех собравшихся призыванием благодати Божией. Литургия продолжается, звучит и к теня, воспоминающая всех святых. Мы боремся Господу в этой тени, чтобы Он не спослал нам дар святаго Духа, о том, чтобы мы, готовящиеся ко святому причащению, смогли с чистым сердцем, приступая к этому таинству, исполниться освящение, преображающее, исцеляющее, восстанавливающее силы Божией, а именно самого Господа, который приходит к нам своим телом и кровью в таинстве святого причащения. Духа Божией, но и все, чтобы он не спослал нам дар святого Террана. Мы боремся в том, чтобы он не спослал нам дар святого имени, чтобы он не спослал нам дар святого наружу Божией. ПЕСНЯ 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 Прозвучала молитва «Отче наш», завершающая часть Божественной Литургии, которая готовит всех нас к причастию святых тайн Господних. Закрываются царские врата, священники готовятся к причастию святых тайн, читаются особые молитвы, а агнец на престоле находящийся раздробляется на большое количество частиц, для того, чтобы все те, кто готовился ко святому причащению, могли получить часть этой святыни. «Святая святым», прозвучал возглас, «святая», то есть та святыня, которая принесена Господу, которая приложена в тело и кровь Христовой, тело и кровь Христовой, это святая святыня, предлагается для вкушения святым, то есть людям, верующим во Христа, всем находящимся в храме, и люди со смирением отвечают, нет, мы не святы, только один Господь свят, един свят, един Господь, Иисус Христос, славу Бога Отца». Сегодня праздник воздвижения чеснага и животворящего креста Господня, день, когда мы вспоминаем распятие Господа, вспоминаем милость Его, дарованную нам, подходим и лобызаем, как и сейчас мы видим в храме, подходят люди к аналою и целуют крест Господень, который положен в центре храма, украшен цветами. Это событие дает нам возможность переосмыслить наше отношение к Господу, нашу правильную веру во Христа. Ведь, как сегодня мы слышали с вами в послании апостола Павла, слово крестное погибающим юродствами есть, то есть безумие, а для нас спасаемых – сила Божия. И действительно, в наше время слово о кресте далеко не всеми принимается. Есть люди, которые с упреком и укором говорят христианам о том, что неправильно вы делаете, поклоняясь кресту как Богу. На что мы говорим? Нет, мы поклоняемся Богу, но чтим Его крест, на котором Господь был распят. И некогда орудие позорной казни состраданием, спаситель на нем, стало живоносным, стало символом победы Господа, стало символом победы жизни с Богом над смертью, над смертью во грехе. Почитание креста так органично, так многообразно вписано в жизнь всей Церкви на протяжении веков, что невозможно даже себе представить отсутствие этого знамени. Есть такие люди, называющие себя верующими, которые пытаются в моментах, изучая Священное Писание и Евангелие, в частности, утверждать о том, что мы заблуждаемся, почитая крест Господень. Но исследователи Священного Писания однозначно говорят нам о том, что почитание креста есть истинное, справедливое, и из текстов Священного Писания абсолютно не значит то, что мы якобы ошибаемся. Мы имеем такое количество свидетелей, такое количество божественных служителей, молитвенников и их со-молитвенников, святых отцов, которые однозначно говорят нам о силе Креста Господня. Но более того, мы в своей жизни знаем об этом. Каждый христианин, совершающий молитвы утром либо вечером, молится Кресту Господню, налагает на себя крестное знамение во образ распятого Господа, во образ нашего соучастия по вере в том искупительном подвиге, который для нас Господь совершил. Каждый крещеный человек получает при крещении образ Креста, малый нательный крестик. Очень интересна символика и происхождение нательного Креста. Обычай вместе с крещением надевать на шею новокрещенного нательный Крест появился не сразу. В первые века христианство крест не носили, а носили медальоны с изображением заклонного агнца или с изображением самого распятия. Но крест, как орудие спасения мира Иисусом Христом, был предметом величайшего чествования у христиан с самого начала Церкви. К примеру, церковный мыслитель, писатель Тертулиан, живший во II-III веке, свои апологии свидетельствуют, что почитание Креста существовало с первых времен христианства. Еще до нахождения в IV веке царицы Елены и императором Константином животворящего Креста, уже среди первых последователей Христа был распространен обычай всегда иметь при себе образ Креста, как в напоминании о страданиях Господа, так и для исповедания своей веры перед другими. По рассказу Понтия, биографа святого Киприана Карфагенского, в III веке некоторые христиане изображали фигуру Креста даже у себя на лбу, по этому признаку их узнавали во время гонений и предавали на мучения. Известны также первые христиане, носившие крест на груди. Упоминают его и источники II века. Первые документальные свидетельства о ношении нательных крестов относятся к началу IV века. На Руси же обычай был этот перенят именно с Крещением славян в 1988 году. Начиная с визотийских времен на Руси существовало два рода нательных крестов. Собственно, сами тельники, носимые на теле, под одеждой, и так называемые энколпионы, от греческого слова нагрудный, носимые не на теле, а поверх одежды. В энколпионы часто вставляли частицы святых мощей или святынь. Мы с вами знаем, что нательный крест — это никакой не талисман и не ювелирное украшение. Как бы красив он ни был, из какого бы драгоценного металла он ни был бы сделан, это в первую очередь зримый символ христианской веры. Православные нательные кресты имеют очень древнюю традицию и бывают весьма разнообразными по своему виду в зависимости от времени и места изготовления. Важно зафиксировать иконографию и окончательное догматическое обоснование изображения креста. В 692 году в 82-м правиле Трульского собора был утвержден канон иконографического изображения распятия. Главным условием канона становится сочетание исторического реализма и божественного откровения. Фигура Спасителя выражает божественный покой и величие. Она как бы наложена на крест, и Господь открывает свои объятия всем к нему обращающимся. В этой иконографии решается сложная догматическая задача. Нужно изобразить две ипостаси Христа — человеческую и божественную, показывающую одновременно и смерть по плоти человеческой и победу Спасителя. Католические христиане отказались от такого размышления и не приняли правил Трульского собора и, соответственно, символического духовного изображения Господа Иисуса Христа. И так в средние века возникает новый тип распятия, в котором преобладающим становятся черты натурализма человеческих страданий. Изображаются муки крестной казни, тяжесть тела, провисающего на вытянутых руках, глава, увенчанная терновым венцом, перекрещенные ступни, пригвожденные одним гвоздем. Это новшество XIII века. Анатомические подробности католического изображения, передавая правдивость самой казни, тем не менее скрывают главное — торжество Господа, победившего смерть. С традицией ношения нательного креста хотелось бы вспомнить один замечательный случай исповедания веры, который совершил русский парень Евгений Родионов. Он был гранатометчиком и служил в 479-м погранотряде особого назначения в Чечне. прослужил на заставе, а 13 февраля 1996 года попал в плен. После жесточайших мучений на протяжении долгих месяцев он отказался снять нательный крест, был казнен, но не подбережил против веры своей и стал святым, местно чтимым святым воином Евгением Родионовым. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тело и крови Господа Иисуса Христа Сегодня праздник, прославляющий крест Господень В Евангелии есть одно очень важное место Господь говорит, кто хочет идти за мной, да отвергнется себя, да возьмет крест свой и идет за мной Партерей Алексей Уминский, размышляя над этими евангельскими словами, как-то говорит Вот такие страшные слова, которые совершенно отражают суть духовной жизни И до конца каждого из нас обличают, до конца каждого из нас пронизывают Каждого из нас делают совершенно безответным перед Богом Потому что крест Христов совершенным образом определяет человеческую суть Определяет сердцевину его бытия, определяет его жизнь Каждый из нас этот крест носит на себе Каждый из нас этим крестом ограждается Под словом крест каждый из нас понимает что-то свое, конечно же В основном это груз неразрешимых проблем Которые нас в этой жизни как бы убивают, не дают нам жить Всячески раздавливают нас Эти проблемы мы называем своим крестом и мучаемся ими И для нас, по нашему человеческому понятию, крест — это мука Крест — это действительно мука Это орудие муки Это тот инструмент, который в древности был самым мучительным орудием казни Это действительно так Но это орудие муки для христиан является радостью «Придет крестом радость всему миру» — поется в церкви «И всячески крест этот мы почитаем, носим его, укрепляем им свою веру» И тем не менее, что же такое крест? Как жить с этим крестом? Что он значит в жизни христианина? Один мудрый христианин сказал «Кто живет без креста, тот живет без надежды» Потому что жизнь этого человека — это постоянный уход от Бога Постоянное прятание в суеты этого мира Желание сбросить с себя ответственность Забить свою голову, свое сердце только внешними удовольствиями и призрачными мечтами Такой человек не имеет надежды Никакой надежды А если человек несет крест, то он такую надежду имеет Потому что жить по кресту Христову — это не просто начать свою жизнь с нуля Это не просто начать свое движение к Христу с такой-то точки из ничего Это возможность идти за Господом Из самой страшной пропасти — последовать за Христом И изменить свою жизнь из такого состояния, когда человек уже и человеком называться не может Это возможно только с помощью креста Христова Этот крест, который каждый из нас обязался нести за Господом нашим Это дает нам потрясающую надежду на то, что мы, собранные здесь Такие немощные, часто отягченные, совершенные неразрешимыми проблемами в нашей жизни Изломанные прошлыми грехами Имеем возможность, взяв крест, совершенным образом измениться Совершенно преобразиться, выйти из смерти в жизнь Возродиться и воскреснуть в Господе нашем Иисусе Христе И вот это и есть величайшая радость — счастье жизни христианской Потому что наша жизнь — спасение в нашей надежде Потому что Господь своим крестом, на котором Он распялся Дошел до таких глубин падения Что пронзил этим крестом всю сердцевину человеческого отчаяния и греха Не осталось ничего, что бы этот крест не победил Что бы он не сломил И не осталось ничего такого, до чего бы этот крест не достал Не дотянулся бы своей тягой к жизни и бессмертию И поэтому наш крест является единственной нашей надеждой на спасение Единственным нашим упованием на то, что наша жизнь изменится Если мы этот крест возьмем и за Христом его понесем Это и значит суметь отвергнуться себя Это и значит суметь отбросить все, что мы называем своим Но что на самом деле не наше? Грехи не наши Пристрастия не наши Изломанность души, смертность не наша Это не то, что Господь нам дал Потому что к Богу это не относится А что не относится к Богу, не может относиться и к нам И как бы это к нам не приросло Каким бы это ни стало нашей маской Которое исказило наше собственное лицо И каким бы образом это ни стало нашей кожей Это не наше Этого надо совлечься Как бы больно, как бы мучительно, как бы страшно это не было Если мы сумеем так вот совлечься Отбросить себя, не испугаться, погубить вот эту свою надуманную, пустую, бессмысленную жизнь Тогда мы приобретаем Христа Тогда мы приобретаем истинную жизнь вечную Которую Господь нам даровал Своим распятием и своим воскресением Субтитры создавал DimaTorzok 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 Завершилось причащение святых тайн Звучат особые молитвы, в которых мы благодарим Господа О том, что Он сподобил нас причаститься Этой святынь Владыка Даниил, завершая литургию, произносит возглас В этом месте мы слышим слова о том, что Господь есть осущение наше Антименс, свернут, Евангелие положено на обычном месте престола Духовинство готовится завершить литургию Особым молитвом, прославляющим сегодняшнее праздничное событие Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Благодарим Всех вас, отцы, братья и сестры поздравляю с Великим Д beleza best site праздником в отрижении честного и животворящего креста Господня Исторически это событие произошло в царствовании Константина Великого его мать Благочестивая царица Елена поехала в Иерусалим, нашла место, где был закопан крест Господень и подняла его. И вот это поднятие креста, по-славянски воздвижение, мы с вами сегодня вспоминаем, как именно было найдено три креста, но где крест Господень? Все кресты политы были кровью человеческой. Какой из них Господень крест? И в это время проходила покоронная процессия, и тогда решили возложить кресты на покойню. И вот положили один крест, никаких результатов не было. Положили второй, то же самое. Когда положили третий крест, то покойник воскрес. И вот это настолько взбудоражило весь Иерусалим, что множество людей пришло посмотреть на эту святыню чудодейственную. Народа много, пройти невозможно. И тогда патриарх Русалимский поднимал этот крест, воздвязал. Ему помогали, поддерживали его с двух сторон, чтобы весь народ видел, он осенял этим крестом всю вот эту народную массу. А народ взывал Господи по ним. И вот мы совершали вчера вечером этот чин, воздвижение. И сегодня вспоминаем этот главный символ. Нет никаких икон, которых бы было больше, чем изображение крестного знамени в храме. Где-то у нас дома. Вот больше всего здесь даже на самих иконах, на киотах мы видим кругом кресты, на облачениях кресты. Что это за символ для нас? Это главный символ, это главная святыня. В Ветхом Завете был киот спасительный, были скрижаны, был жест Аарона. И прообразом креста был медный змей, которого поднимали. И когда люди в пустыне получали вот эти укусы змеиные, то они смотрели на это изображение змея и получали исцеление. Они смотрели духовно, они к нему даже не прикасались, но получали исцеление от этих укусов. И вот этот прообраз змея был к кресту. Когда люди в Иерусалиме, не имея возможности касаться к нему за множеством народа, только смотря на него, молясь ему, получали исцеление. И псалмопелец Давид говорил о том, что будут поклоняться, и будут поклоняться люди под ножью ног Его. Там, где стояли ноги Христа Спасителя на этом кресте. Для нас это величайшая святыня, как в Ветхом Завете. Уже сказал я Его, скрижали, жезла орона. А для нас это образ креста. Но для нас с вами это одно. А как другие смотрят на это знамение? Апостол Павел сегодня нам читал его, говорит о том, что слово о кресте для иудеев соблазнен, для иудеев соблазнен, для иудеев соблазнен, для иудеев соблазнен. То есть это все безыщие, для них безумие, а для нас это сила Божия. Вот видите, на три части делятся люди, которые по-разному относятся к кресту Господню. И мы видим, как дьявол боится креста, как дьявол убегает. Когда он является подвижником, пытается их обмануть, то они крестят. Этого дьявола к нему убегают. Потому что крест является жертвенником. А в Ветхом Завете мы читаем, что то место, на котором совершались жертвоприношения, убивали животных, текла их кровь. Это не было место какой-то нечистоты, но это было святыня. И жертвенник, читаем мы в Ветхом Завете, святыня великая, и все, что прикасается к жертвеннику, освящается. Вот у нас в Новом Завете жертвенником таким явился крест к кресту. И все, что прикасается к нему, освящается. И не только прикасается, даже когда мы смотрим на крест, не имея даже возможности приложиться к нему, он нас исцеляет. Но вопрос еще в том, всех ли исцеляет и всегда ли исцеляет. У каждого из нас есть свой крест, который мы несем. И мы называем это, это всякие беды, неприятности, напасть, болезни. Все то, что мы не приглашали в гости. Но к нам приходит это все. И вот от того, как мы будем нести свой крест, будет зависеть, будет ли этот крест спасительным или нет. Можно, оказывается, нести крест, но крест будет погибельным. А можно нести, он будет спасительным. Что нам сделать для того, чтобы крест был спасительным? Мы на Голгофе видели и видим двух разбойников на кресте. И в одном, и в другом смысле мы видим крест, но в одном смысле он спасительный для разбойника благоразумного. А для другого он и мучения претерпел, такие же, как и его собрали. И крови пролил не меньше. Но с этого креста один пошел в рай, а другой пошел в ад. Как же нам вот со своего креста пойти в рай? Вот некоторые думают, что у тех, кто принял христианство, принял крещение, крест есть, а у других нет. Замечательный проповедник 20-го столетия, митрополит Вениамин Кетченко, пишет про Россию. Люди сорвали с себя крестное знамение, Но крест, как тяжесть страданий, переживаний, болезней, напастей, над каждым висит свое. И несешь ты его или не несешь, от этого зависит твоя будущая вечность. И как еще несешь? И вот для того, чтобы наш крест стал спасительным, для этого нужно, как пишут святители Игнатия Вильчининов, чтобы наш крест соединился с крестом Крестовым. Очень просто. Для того, чтобы весь дом наполнился светом, мало пригласить искусственного электрического, который все обвяжет проводами, повесить замечательные люстры, светильники, мало. Нужно соединиться с центральным источником энергии. И тогда дом наполнится светом. Вот так же и нам нужно соединиться с крестом Господним, чтобы наш крест соединился с ним. Как это сделать? Святитель Игнатий Вильчининов пишет, для этого нам нужно благодарить Бога за все, что приходит к нам. За все это скорбное. Благодарить Бога и считать себя достойным. Вот это удивительная молитва, которую мы взяли на вооружение, которую не писал святой человек, которую высказал на кресте. Человек мерзкий, грешный, никчемный. Это разбойник. Убийца, у которого руки в крови. Мы его цитируем каждый раз. Достоин, поделом моим приемлем. Помяни меня, Господи, во Царствие Твоем. И вот эти слова, помяни меня, Господи, во Царствие Твоем, являются последними молитвенными словами перед причащением к святых Христовых Тавель. Вот это состояние должно быть в наших сердцах в состоянии разбойника. Значит, это состояние покаяния. Глубокого сокрушения о своих грехах, больших или малых, не важно. И тогда только наш крест через это покаяние, через это благодарение Бога за все соединяется с крестом Христовым и становится для нас спасителем. Вот это самое важное. А постичь тайну Христа Господня невозможно одним разом. Оно постигается сердцем в первую очередь. И все, кто включает свое сердце, они начинают соединяться с Богом, получают благодать, и тогда несут правильно свои кресты. И вот почему люди вот этого третьего типа, люди, которые язычники, боятся креста, для них он безумие, как это так? Можно себя так унизить добровольно, отдать свою жизнь ради каких-то врагов своих. это непонятно, и это страшно. Потому что крест сопряжен не просто со страданиями, но и со смертью. И вот как нам не бояться смерти? Для этого нам нужно полюбить Господа. Для этого нам нужно бояться не смерти, а бояться греха. Если мы будем бояться оскорбить Бога, сделать что-то неправильное, то тогда с нами будет благодать, и мы не будем бояться смерти. У нас будет легкий страх, как у каждого человека. У нас не будет ужаса, у нас не будет паники. И вот христианство покорило все народы после распятия Христа, когда пошли на проповедь апостолы, покорило ничем другим, как сердечную любовь. Ведь только человек любящий может отдать свою жизнь за своего соседа, которого он не знает. И даже наоборот, знает, что он ему делает пакост, а он за него отдает свою жизнь. Вот так наполнилось кровьми человеческими землян, по которой шли апостолы. За ними пошли мученики, святые и угодники Божии. Которые именно вот своим сердцем показали, что они любят Бога больше всего. Что они не боятся смерти. По словам апостола Павла, смерть для него не страшна. Потому что для него смерть это не потеря, это приобретение. Вот если мы будем бояться греха, уходить от греха, то тогда для нас будет смерть, смерть приобретение. Как для святых угодников Божиих, которые поражали римских воинов, судей, горителей, они не могли поверить, что вот эти немощные люди, женщины, старики, дети, не боятся смерти. Вот это самое главное. Если мы сильны, если мы со крестом, то для нас вот это знамение креста, это сила Божия. И более того, пишут святители, гнатья и греченинов, это наша слава, это наш свет, это наша жизнь. Поэтому, если мы будем все более и более преуспевать в делании заповеди Христова, то тогда крест будет нашей силой. Если мы, наоборот, будем только внешне казаться христианами, числиться, но не жить этой жизнью, то тогда наш крест может быть погибельным для нас. Всю жизнь жить на земле, страдать мучиться, как тот неблагоразумный разбойник, и в конце еще приобрести не славу, не радость, не блаженство, а наоборот, приобрести еще худшую участь. Да не будет всего с нами. Я желаю каждому из нас вот этих трудов, этих, пускай, малых подвигов, лишений себя. Что для нас главное? Это Христос, это Его слава, Его сила, Его вечное царство, не в которое Он нас зовет. Аминь. С праздником. Спасибо. И еще хотел бы в этот день поздравить одному нашего прихожанина, который несет свой крест. Крест легкий. Вот он ходит с бадечком, ему исполнилось 75 лет, А он такой неугомонный старикашка, который все ходит, и чего-то хочет, чего-то хочет, чего-то ищет, добивается. Что он добивается? Ни квартир, ни машины, ни каких-то социальных планов. Он ходит и находит в махилы новомучеников, исповедников, расистик. Он ходит и всячески их прославляет, и в архивах бывает, и старается вот жить этой крестьянской жизнью и трудиться не для себя, а для славы Божьей. Вот такой замечательный человек, Суканов Николай Васильевич. Я хочу наградить его замечательной медалью, такая наша медаль архиста Тида Божьей Аи, чтобы вот эта медаль была знаком вашей ревности и вашего труда. И сегодня я почему это сделал? Ведь нам нужно показывать тех людей, которые являются образцом, как в армии. Что делает командир? Он в первую очередь показывает тренер и говорит делай как я. Вот хотелось бы показать каких людей, которые телом мощны, а духом сильны, чтобы мы с вами на таких людей управлялись. Так уже будем на этом удар. Поздравляю, чтобы молодежь смотрела, в них есть силы, но нет такого духа. Силы телесные, но силы не духовные. А здесь вот сила Божия, как сказал Господь апостол упал и смешается в нем. Храни вас Господь, дедушка дорогой, на многое благое лет. Правильно? Все. Да. Многое это, многое это, многое место. Субтитры создавал DimaTorzok Которые Вы прославляете, они положили на сердце, а я только исполнитель их Святой Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok С вами был священник Валерий Суворов. Храни всех нас Господь. Всего доброго.